открылась нет да все хорошо ну если хорошо так и ладно все слава богу слава смогли смогли сделать но игнать технич ряд вопросов готов в этих вопросов много людей участвовало я даже все сегодня то и не смогу потому что их очень много но вот начнем с самых таких более простых многие женщины в храмах одевает платок а в жизни платок не носят и когда им говоришь что вы должны носить платок и вне храма потому что это как бы ну лицемерие что одевать перед богом а тут ты не перед богом что ли ходишь они говорят а где это написано и где но и почему это так объясните пожалуйста почему женщина должна носить платок как апостол павел говорит если женщина молящаяся с непокрытой головой постыжает свою голову они обращают ну ладно кое-как серки она наденет а потом сбросит означает она нигде не молится а написано постоянно молитесь речь это постоянно молитвы в любой на тихонеч подождите пожалуйста сейчас я секунду запись включу то я забылся секундочку так а то я что-то у меня бывает такой особенно в рулетке я половину выпускаю уже пробеседую полчаса гляну опять не записывается для того жалко такие беседы пропали да да потому что включаю он сразу уходит наконец дубь будет разговор или не будет вдруг он совершенно неожиданно лежал такой боров и друг заговорил так все игнать тихоныч вот такой вопрос многие женщины ходят без платка на улицах но в храм когда приходят они платок одевают и когда ты им говоришь об этом что надо всегда носить платок поскольку перед богом ты всегда ходишь они говорят а где это написано и почему это так ответьте пожалуйста на этот вопрос все понятно но то что они говорят где написано это что-то новое в православном вообще ничего не говорят как написано они не знают что где-то вообще что-то написано кроме того что она главная запись это в загсе у ней потому что это и дает бесплатную кормежку женщина своевольная но у нас почему потеряевки здесь такой вопрос никогда не возникает никогда то есть они где-то там еще как-то как только к нам приехали мы не заставляем не даем только сказали вопросов вообще нету отдельно ли вот пришла секретарь городского увд города барнаула ну то вообще это приехал потеряевку как как влилась и как будто она то среди нас живет морозова александра как будто бы тут и была но ее привез тут фотограф который у нас фотокорреспондент он в воде края работает а он еще работал в свет октября мамонтовска района в газете и потеряевки был до ее основания за два года еще и он раз и приехал он ее дорогой только пока с нами встретилась он ее уже полностью осведомила всех порядках ни слова не говоря голова не просто как они сейчас сделать так вот накинула шарфик болтается краями они считают это или вот так вот конец шарфа через плечо закинуть это никакое не покрытие покрытие ни одна волосинка не должна быть видна повторяю ни одна волосинка это что вот нижний платок повойник она его берет его здесь под булавку завязывает ли а второе который между на вот так вот берет и теперь дальше у ней все нормально а первая на под булавку а второе идет так все ну просто зайти у нас посмотреть как и вот у нас было такое одна женщина забунтовала а у нее девчонок полон дом и они на улице выбегают 10 лет 12 мы поднялись на это дело чтобы девочки не выбегали на улицу во дворе ты как хочешь а на улице не должно быть такой наш устав она дело дошло до милиции уголовный розыск приехал пытаться мы никак и дети уговариваете она против устава давит я разницы нет но они выбегают около них растет на дороге от дому большая ветла а на ней качели там повязано то они выбегают сюда и около самой дороги что делать в ограде можно здесь нельзя как-то наши идут сразу раз их и я тогда подумал пойду-ка я к батюшке а потом к старости давайте этот участок который дерево загородим пригородим к их усадьбе чтобы они без плотка любят пускай катается на за это уже не выходили тут уже иначе будет вредительство ну и все загородили все это приняли опустили как только мы сказали это ваша усадьба и можете теперь без плотка тут качать они сразу в большие больше ни разу не зашли мать 7 детей она подала на развод и сразу уехала то есть это нельзя ничем объяснить кроме того что какая-то сила заставила такое порушить брак это не два не три ребенка 7 ребятишек причащалась до того хорошая женщина ну просто хороший у нее в огороде все растет и поднялась против ни за чего буквально прямо вспоминать начинаешь и не знаешь из-за чего у нас деревне девочки пасут хотя я против и она догнала и овечки пошли они пошли батару куда-то у них кошара зайти туда за ограду то она не посмотрела куда но тут у них договоренность такая она догоняет в деревню только 100 отара заходит а другой там мальчишка он их загоняет ему батюшка платит отдельно но в этот день привезли все на одной женщине она одна живет и они его попросили там велами принимать и топтать стена то нос все они там и на часы не смотрят она пустила этих овечек они прошли через всю деревню а дальше посевы когда вернули назад я тогда подошел и стал выговаривать как же так можно то вот и посла день теперь пройти до отары здесь ну там метров семьдесят восемьдесят ну и закрыть ворота за ними тем более они сами заходят то почему что а я захочу но я стоял ряда я видел в деревне ты ты даже не вышла в деревню ты нет она заходила мать за нее она прям как гнала по переулку то и даже где в улицу саму не зашла прям завернула домой ну что-то еще там было где-то счета с мужем и так на то есть глупости и вот такое дело то есть мы пошли навстречу подумали как а когда приехал уголовный розыск но мы все сказали иначе это не годится никак они тогда с ней стали беседовать и видно это был уже толчок она поняла что здесь ей не продохнуть и когда она уехала ребятишки то приезжают девчонки то бабка их здесь осталось а бабушкой ну прекрасное отношение и теперь они по деревне идут все платках когда бы они не приехали с ними какая-то девочка еще тут такая родственница все в платках все это наш устав почему руки опустили а вот она счета может сделать сделать не сделать даже пожертвовать одним человеком установить на место и так и было так было ее мальчишка в лагере мы сделали как койки закопали чтобы маленьким ребятишкам и точку протянули как батут прыгать на ну там от пружинки все где-то они подошли и со другим пацаном и вырвали из земли эти койки а тут наш один брат он взял хворостину да и попер их оттуда так она дошла до того что я вас и пересажаю там и прочее и но кончилось опять ничем ну явно перехлёст она сразу веру православную долой она то не вера то есть сатана начал бить на ухабах и уже ничего нельзя сделать ничего было где-то на благовестие ездила и отношения прекрасные были но как же сошлия под хвост попала лошади и лошадь начала бить передок телеги и повреждать многое но все таки вот так и женщина эти заходят они надо не храмы говорить а перед храмом как у нас у нас приехали корреспонденты из них женщины где сразу сторонку их два платка на голову все на деле вопросов нету она уедет деревне она будет ходить как положено и вот так что противились которые приезжают там основа то корреспонденты или с кем-то приехали это никогда не было еще ни разу не было а вот написано в деревне курить запрещается они приехали бы и курили но 27 лет у нас постоянно и сейчас батюшка сегодня прислал тут митрополиту отдать я пойду губернатора приглашение на 3 июня у нас будет так кажется 3 2 июня будет 2 июня день деревня справлять будут 28 лет как начале строится и 201 год от самого начала когда потерявка строилась все и теперь нет нарушений никаких совершенно никаких а чтобы как он спрашивает вот женщина в брюках в храме вы выводите я отвечаю никогда а почему то потому что она никогда туда не попадет то что на пути специально есть смотритель у нас называется смотреть за порядком да это чё смотреть не надо тогда была берма сейчас называется вентьянг страна такая у полицейского с собой жезла на нем сантиметры показаны он подошел у нее юбка выше сразу арестовали штраф и от пароль и отпустили американцы не просто так так это во всей стране порядке вот приехали из азербайджана они кажется в ирак где-то ну правительство слезли журналисты маленько попозже они вылазят их стоп прямо на трапе остановили так вы одеты не по-женски а как ну вот так то так то так то хиджаб должен быть у вас надеты почему нам указываете нет мы не указываем мы говорим что позади порядок назад поворачивайте если на эту землю ступите значит самолет ваш полетит без вас мы вас сейчас упрячем туда не знать не будут 10 городов быть и а это уже будет полтора года сидеть 70 тысяч долларов и каждые 40 дней на площади палками бить был согласно она развернулась назад выходит готовы мусульманка все вопросы нету называлась статья это от азербайджана до азербайджана там азербайджанский народ живет где-то еще в этом нету зачем это больше распускать везде засыплена ты почему не там не бузишь полиции или милиции когда на дорогах останавливают где-то это у меня очень близкая знакомая сестра и она говорит я еду на машине то что-то не так я и сама не знаю он остановил вы нарушили здесь то я не нарушил ну там тогда другие были цены то 10 рублей за счет 10 рублей 20 рублей штрафу да как же 20 30 рублей штрафу ягод поняла еще одно слово 50 будет я скорее отдала и поехала я видел в америке как это он на мотоцикле ну как байкеры все это обвешано со всех сторон чик готово делал остановил машину но я не подхожу подальше стою тут около моста кажется бруклинский мост он все еще то говорит вижу бумажку подает а я потом спрашиваю что штраф до штраф говорит ну так он не доказал нет это все доказано будет он сфотографировал а она хочет опроверг на первое опровергать будет суде но бывает что не так ну конечно все бывает деньги вернут сейчас она должна он выписал ей и деньги надо платить счет стоит вот сейчас отдал ей 10 долларов вот через два часа будет 12 долларов и она первым делом старается занять заплатить приучили к порядку из испании приехали в англию и там юридический факультет человек 50 наверно куда-то не ушли никто не догадался что машину ставить нельзя но когда уходят там какая-то щель остается в этом околосекла то я приходит у всех на сидение уведомление штраф всех до одного штрафовали они бегом си кинули скорее платить не заметили что там знак стоит останавливаться нельзя вот я говорю о порядках какие если у нас видишь там все расхляпана но а какие есть основания то вот догматические там еще какие-то сказка чтобы носить постоянно платок они какие говорят постоянно молитесь непрестанно молитесь прямо об этом написано в первом послании фессалоникий сам 5 глава непрестанно молитесь за все благодарите кого бога как ты благодарить без платка будешь ты постыжаешь свою голову твое постыжение падать на нас так он один согрешил это она отвечает нет все отвечают вот мы считаем 7 глава иисуса сераха этого новина и там было сказано все что будет встречается все придавать огню сжигать рубить и все ну и главное что день за днем воюют тысячами ложатся неприятеля тут раненого ни одного не тут так не бывает но никогда не бывает а тут именно так а в этот день 32 человека было убито застанала впервые земля в чем дело кто-то что-то нарушил а кто не знает выйди кто да кто выйдет это жму смерть за это давай по коленам колено выпало неполимого примеру говорю по племенам племя такое там из сахарова или какое и наконец по семейному и никого нет по одному и наконец на него колокол ударил все а хан сын зарыш сын мой бог обнаружил либо скажи что ты сделал он хотел вел прекрасную вещь и слиток там серебра и я взял его а где нам доме на чем шатер стоит около главного столба в землю закопал тут же юноши послали они откопали и так теперь все что у тебя есть будет преданно проклятию все будет побито и на огромный холм камней накидали сверху все и что туда экскурсии ходят там смотрят вот здесь не послушание воде сута другое вот он лежит там там внизу похороненный это я говорю про израиль да это закон везде закон даже вот преступники где-то и у них там старший смотрящий и проще это не как-то просто показывает ликвидация фильм и когда жуков при был поставлен как командующим одесским округом то эти которые преступник это все предупредили чтобы никто а там как раз утесов выступает и чтобы никто нигде ничего не не хулиганил и тут же они сразу вора поймали за руку сказали что здесь кинотеатре нигде никого не шмонать надо же сами расправятся у них тоже порядок даже у них у пчел у муравьев везде порядок корову выходят весной на лук они ни траву не едят ни воду не пьют первым делом разборки за зиму которая была начальником здесь она здесь отстояться и права теперь она со всеми борется кто-то ее сверзли с пьедестала тогда она первая к водопою будет ходить первая к лучшим кусочкам везде это абсолютно везде и поэтому порядок один женщина должна быть платки вот мы где ездили но это не два дня мы по всему миру проехали особенно в хабаровске много мусульманок ни одной мы не верили без платка ни одной нигде при том она просто катит ребенка вот я был в болгарии когда я одна мусульманка едет но она сама по себе видно что она красавица да еще когда одета так и ну просто тут как-то тихо идут машина то она глянула на меня а я руку поставил знак благодарность а колбу сердце и поклонился она заулыбалась я показала вот так вот ли сабот тебя как какая ты хорошая она поклонилась и очень красиво посмотри как у нас одеты детишки маленькие как у старобрядцев пол головы открыто она не замужем то есть я не замужем смотрите я готова у нас нету ребенок на у грудной ребенок у матери уже два платка надеты на него или шапочка и вы это видите как а если она не замуж не она не замуж не замуж совсем не выйдет и старуха будет без платка где это видно надо думать вот ответ один другого просто нету писание ответ понятия затем наблюдать надо у нас смотрите ли которые стоят у входов в ограду не не храм в ограду бывает кто-то позвонил там мы договорились я разрешил прийти кто-то за него ручается кто-то его там оденет дежурный принимает а вы с кем пришли я вот такой это кто разрешил ну так как это частный домик мой я даю разрешение она называет меня он вас видел нет не видел ну ладно далеко не заходите пока здесь коридоре будете пока я приду и проверю каждый приходит с паспортом сразу у нас записывает его губернатор приехал епископ наш приехал дай паспорт мы его сразу записали да следующий вопрос когда апостолы получили рождение свыше какой момент это произошло ну говорить вот так определенно рождение свыше тогда этого у них такого слова не было крещение еще не было значит крещение духом святым рождение свыше можем считать за один факт день пятидесятницы второе вторая глава деяния апостолов потому что они не понимали написано ибо дух святой еще не был на них не был а без духа святого рождение свыше нету и они не понимали они противоречили христу да не будет с тобой этого и ту же звание отойдет меня сатана петр только что исповедовал иисусом господом ключи царство небесное тут же сатана поэтому с этого момента они сидели 10 дней безмолвные боязливые когда дух святой зашел заговорили на всех языках мира это и крещение духом святым одновременно а водное крещение а вот никогда было водное крещение вот этот переходной период времени крестил иоанн вот я на крещение у них было а крещение во имя иисуса христа отца и сына и святого духа мы должны предполагать что это началось только после пятидесятницы а были они после то нет видимо то крещение считалось задействительное мы можем только предполагать но во всяком случае это так вот этот переходной момент тут много господь делал не по правилам что делать мужи братья 238 диане апостолов покайтесь запятая и да крестится каждый из вас своими иисуса христа для прощения грехов для проще и получите дар святого духа но когда мы считаем восьмая глава диане апостолов там наоборот покайтесь получите духа святого это будет свидетельством того что он вас принял и тогда креститесь то есть порядок изменен был этим порядком 10 главе мы считаем корнили корнили как петр принял именно такой был порядок он взял свидетелей шесть братьев он говорит как я мог отказать в водном крещении когда они получили духа святого и заговорили на их языках так что мы должны это знать и ни на чем не настаивать возможно ли в наше время изменение этого порядка я лично не встречал ну полагаю что бог силен это сделать где в это ну как как какая-то причина есть не в нет веры что надо менять и узнать надо это другое это господь только знает ну допустим вот я беру пример из книги конечно это все иоанн кронштадтский вдруг пошел на танцплощадку тогда называлась не так о богатых домах там танцы устраивали вот ну сидите смотрит зачем он там он изменил порядок говорил не ходите а сам пришел и друг видит один офицер танцует он подошел вас как звать до виталия так вот один маленьком сторонку поговорить охота почему он вызвал тоже никто не знает а что он говорил может никому не сказал он говорит а ты когда в церкви был я давно уже не помню когда был но ты верующий я ее конечно верующий то корнет какой-то ну и ты готовься а мало ли еще в жизни бывает исповедуйся причастись он видимо крещеный был и через два дня внезапно умер внезапно никаких причин для смерти не было что тромб оторвался какой-то или еще что-то инсульт в темечко и кончилась жизнь а как он зала и знал ли он тоже неизвестно но по кто что подошел и сказал ты позаботься о душе своей эти танцульки никуда не денутся он сразу отошел танцевать не стал сел и стал беседовать такое дело так что мы знаем порядок покаяния крещение и тогда священник помазает миром такой порядок в церкви установлен щетки а помазание миром это не просто так а это показывает сошествие духа святого мира священник сам не может сделать это не или и которым субботу мажут а только крещение может крещение и там когда царя венчают что такое вот сейчас когда русская православная зарубежная церковь признала акта к логическом общении а патриархия заранее заготовила уже им ошейник все вы самостоятельное а мира тоже можете делать но только не пользуется пока патриарх не осветит или у него брать все но вуздечка накинута никуда теперь никуда они этому на него могут творить и сами всегда делали 70 лет а вот именно так надо власть а вы как считаете да я не считаю просто я вижу что слишком ярко видно для чего до чего им нужно там митрополит там может их ни одного поставить архиепископы епископы зачем вам это нужно чтобы от тебя именно получать одинаковым все получают благодать одинаково на епископах не так что одному больше другому меньше или у апостолов так что претензии папа римского ни на чем не основаны ответ понятен до качество лидера вы о них часто говорили прошу повторить пожалуйста и как эти качества развития можно ли вообще развить их в первую очередь кто об этом задумался я считал это в американское в американских источниках во время войны было так там снайпер или кто сразу командира убил допустим полковник ну за ним подполковник но вот так у сразу сказали идти выскочил какой-то лейтенантчик офицер почему не майор не капитан не старший лейтенант стали смотреть рассчитывать и увидели но должен в атаку вести качество лидера то есть хозяин в семье мужчина это должно быть у мужчины в классе в дороге кто старший какие функции его и вот выработали они шесть пунктов необходимых быть лидером первое это воображение ты должен еще не начиная дело сесть сообразить что для этого потребуется допустим вы решили сейчас семьей переехать потеряевку ради чего ради детей воспитывая детей вам там не дадут а здесь под присмотром дети с богом будут вот ты стал думать а может приехать если жена верующие то так мы только для молодых дети а у меня родители с вами родители могут дальше мы ему говорим так хорошо так у меня там работа на теперь сам думай по работе здесь работа тебе некогда будет надо строить она что я буду жить вот и думать теперь воображай воображай в долги не залазь дальше а дальше начать что требуется а где-то доставать материал а где я буду вот приехали к нам одни мы с ними проехали показали четыре места где они могут с двух сторон деревни и два трошка были там уже отдельно улица так же кажется 8 мест выбирайте одно около озера прямо вот я хотел но это от деревни маленько подальше там последний дом стоял старой потеряевки воображение дальше а если я тут буду а как у меня связь будет с интернетом это все должен продумать вообразить аж стоит ли срываться когда у тебя все там налаженные и так но если ради детей стоит где бы ты ни был как бы не было ради детей вот отца геннадия фаста родители когда их там сняли с них оседлась немцы они были как оседлась во время войны там где-то сосланы и они сразу стали искать город где есть свои минониты немцы и где есть детские занятия и все дети выросли верующими так у нас потеряевки с детьми идет занятие кроме того наблюдениями всесторонние круглосуточные почти ну вот по порядку теперь что ты думаешь а как у вас с соседними деревнями а как вам было ли нет благовестия как я буду здесь а как ко мне думают друзья приехать ты все должен узнать табакуров не звать ни под каким видом вот первое разобрали ты воображение развил так еще дома нет а ты думаешь какой высоты какой сделать его может голубят не себе сразу построишь держать какую скотину будешь понимаешь воображение это только переехать вот наши кровь переезжали не там дом продавали деньги то здесь и уже в натуре пошли один кирпичный дом другой из камыша сделал обложил кирпичом самый теплый дом наверно а третье из бруса и самый дешевый первый дом был саман делали даже из пластов земли целик резали засыпали камышом вместо арматуры и вот так вот воображение второе качество нужно знания ты должен знать как копать фундамент как заложить знать проверить где банька твоя будет все остальное где у тебя будет укромный уголок может быть и сделаешь дом там где комнат несколько 150 квадратных метров или больше один этаж или два этажа такие стоит а иной из бревен он любит такое все чтобы было оригинально у него все оригинальное и все это деньги стоит конечно огромные бревна и он на улице и вход от старинный русский дом потеряевки один такой он парень любит это все не зря его выбрали служить президентский полк с выдумкой все но уже переехал все сделано и ты должен все это знать знать печку делать как брат там сделал родной третье качество умение желательно чтобы ты умел все это делать что сажать где сажать какие теплицы какая скотина какие пчелы сколько какие курицы у тебя будут или цесарок держать держали индюков держали гуси все можно держать а если около озера ты можешь их там хоть сотню завести гусей на воде это самая дешевая продукция они все время едят и едят и на глазах растут гуси ну вот дальше три качества у тебя есть ты это старательный парень но никак не можешь все говорят да куда ты поедешь да чё ты это то есть решительность должна быть обрубаю концы и пошел мы уходим из египта куда в пустыню до в пустыне а дальше а дальше будет видно и те которые выше все эти умерли умерли только два человека осталось свыше кому было больше двадцати вот решительность решил решили мы выйти решил переехать решил на это дело учиться значит делай ну мало ли какие дела если едете заранее знаете никаких абортов никаких предохранительных тут не делается сколько бог дал барашков столько даст травинок вот уже мы четыре качества пятое качество по-христиански она как бы не звучит а какое беспощадность как это так наоборот можно должен быть милости я тебе сказал а ты потом знай беспощадность к разгильдяйству к недержанию слова ты с ним договорился ехать он да я решил как решил да мы же договорились вложили вместе деньги вот беспощадность ты должен расстаться с ним говори говори с миром воистину открытие я как раз по скайпу сейчас говорю сегодня никак у нас занято все если только в восемь часов вечера папа по московски в четыре часа дня до это времени у меня тут же по минутам расписано никак у меня я я разговариваю как раз запись идет запись все пока с богом беседовать надо ну вот я объясняю это и не так что какой он попала и тяще то нет один раз другой обманул почему пятый раз не обманет где-то в беседе начал против тебя там где-то значит отдельно работаешь и последнее самое трудное качество вот эти это все приобретается впереди вот эти качества знания приобретается умение это практика я вот печник 40 лет там я за завязанными глазами печку сделаю но последнее качество его нельзя добыть это только благодать называет сама привлекательность привлекательность в том что все вокруг не из-за страха только боятся вот как вчера мне один тут написал мы все о вас молимся вот он только начал говорить об одном человеке я сразу даю характеристику да как это так на сто процентов точно я не знал как а вы прям сразу издалека и сказал я не конкретно человеке говорил а другой такой я другому характеристику сразу написал так это точно такая я также думал мы как молимся вас не будет кто это будет говорить кто нам это подскажет это не знаю да кажется и вас помянули там где сказать тоже нуждаетесь в этом а я об этом не знаю и не думаю люди говорят иногда вот у вас него из батюшка что здесь будет а я отвечаю может еще и лучше будет потому что главное трудное основание регистрация все остальное уже сделано и власти расположены и соседние деревни умиротворена все а тогда было у ее лошади штырь железный воткнули спиной погубили вот так ну вот последняя привлекательность тебя там не будет допустим что-то строите где-то а ты выехал ты все время там в центре тебя нету они каждый будут думать так вячеслава то нету интересно как бы он сейчас сказал так со мной сидел один коммунист север владимир митрофанович главный рыбак алтайского края там отдыхали все космонавты первой секретарей и в одной камере и вот он когда вернулся завод там разложился без него он с нуля его восстановил у него в рефрижераторы вагоны холодильники шли с балтики с тихого океана у него разнообразная рыба самая дешевая ну все поднял людям каждому квартиру построил это невозможно даже деревне то и наши земли пораспахал у него там стада разные были а веры никакой нету но все-таки видел как я молился в камере он мне как-то сказал ну такого дурака не видал еще день и ночь кланяется как лошадь от паутов отбивается а лошадь когда жарко пауты она как убрать она только вот так вот чтобы это смахнуть их вот это и нагло владимир митрофанович надо как-то терпеть бы ну еще такое обычно кому что-то там трудно его там бьют в камере он тогда стучится в камеру называется выломился его убирает иначе его убьют и это вдруг начал идем на прогулку там а прогулка на верху тюрьмы и там сверху решеткой там часовой ходит ему говорят ну еще север небось доволен теперь тебе батюшку посадили посадили с ума с ним сойдешь не поговорить ничего целыми днями молится и молится и выломился но получилось так что в этот же день кажется к нам еще одного подсадили преподаватель второй группы космонавтов в этом звездном городке какие люди то были нас давали камеры академиков вот и тут они между собой начали уже и потом еще одного посадили и он уверовал и нас обоих отсадили тогда их загнали в подвал он обратился покаялся плакал и вот ну такое ты я говорю своей биографии и вот теперь последнее качество привлекательность тебя нету и вот как этот владимир митрофанович когда на работу его пришли звать опять ну остановился рыбокомбинат то он говорит знаете что это его жена не на ивана рассказывает он говорит посидел маленько знаете я расскажу вам такое дело я в камере с одним сидел он недалеко из потеряевки лапкин и гнати тихонович вот сейчас я так мысленно думают он бы был здесь мы вот сказали вот я не хочу идти так ну понимаете как он бы сказал нет владимир митропанович это важная отрасль в вашем районе надо поднимать поэтому ребята я буду и потом что-то у него там опять случилось он опять про меня рассказывает опять вот что бы он сейчас сказал мне то есть меня нету там а он меня поставил центр внимания это все рабочим говорит и что-то случится они уже сами спрашивают чтобы гнати тихонов сказал а мне в глаза не видали он знал что я сказал то это приемлемо со знанием дела сказано я за него ходатайся 14 лет на лип на клепали но потом все за раньше отпустили ну вот такое дело шесть качества 5 можно приобрести 6 нет это только молитва бог и что главное на меня говорят тут суровый то другое а у меня это качество до при излиха дал господь то а где бы они приехал в каком месте буквально в первый вечер полное смирение все и вспоминают годами почему-то от бога потому что это не мое у меня нет я не психолог там определять как говорит тихо где голос повысить вообще ничего нет да я не верю в это я просто молюсь слушаю человека что говорит и даже не отвечаю иногда это этим его привлекает господь вот такое дело шестое качество привлекательность у нас есть в общем у которых пять качеств есть а шестым даже не пахнет все понятно благодарю можно ли христианину смотреть бокс бои без правил футбол ну и прочие спорт и смотреть по интернету или там где болеть смотреть с целью болеть как бы там допустим какого-то человек допустим смотрю вот емельяненко федор а там есть такие где его знаменитые бои а бывает поражение где-то я поражение смотреть не хочу я вот так расположен к нему да мне это и не надо знаю что его называют императором то другое ну какая беда посмотришь иногда заходишь и вдруг мелькнет я к ну-ка дай-ка как он там поправился ты я в этом ничего плохого не вижу я биться не буду вот я вижу он крестится как верующий и поэтому где надо я молитву там о нем сотворил федор там возразуми господи бери оттуда пока его не убили а он идет там а зачем идет он исповедуется где а чтобы смирить их смирить а он его смиряет и у него там поражение бывает я никогда не смотрю так это не про ну неправильно ничего не сделаешь расположение еще смотреть как бьют тот за кого я я не болею у меня болезни нету никакой но смотреть иногда ну посмотрел мальку в эту много говорят тайсон так то бы бьется такой-то нокаут мне жалко там парень один ударили он упал и сразу умер умер а таких у них случаев много бывает и бывает на бегу бежит и последний метр уже мертвый бежит в организме к этому не приучен вели спорт мало полезен телесные упражнения а большой спорт он вредный вредный ради денег все делают и на прямо на стадионе умирают показывают ноты и болеть то не надо но если я глянул там сколько то но я не часами смотрю я говорю что я смотрю вот такой то я никого не смотрю а вижу федор иногда посмотрю на этого дасик вячеслав вот его называют рыжий тарзан посмотрю как его бьют мне а он лезет его бьют долго жалко здоровый он язычник провозгласил себя язычник родновертов другое то ну где-то и поклон положишь а так мне никто не интересен я никого их не знаю так вы смотрите чтобы за них молиться что получается ну чтобы не убили федора там не жалко аж бьют так крепко а по правильному то по правильному все это смотреть надо или нет да нет вообще вообще вот допустим ну ты знаешь что там будет чемпионат мира там какой-нибудь и ты вот нет нет я это не вижу чемпионат мира я просто зашел и друг интернете его увидел я включу не по порядку это дергаю несколько этапов посмотрел как там ну и все на этом перехрестился господи спаси федора и все время на это вот я когда смотрел я даже не припомню когда смотрел ну что смотрел я и говорю я за грех не считаю это и я кое-чему там даже научаюсь почему я сам ходил занимался боксом я занимался и поэтому ну вот так никому я не советую никому не запрещаю ну трата трата время зряшная но все-таки я нахожу в этом пользу когда я увидел как они бьются я бы в пример беру обыкновенная эта медаль но не деньги получает и проигравший получает и этот денежки вы большие иногда больше миллиона долларов за раз этого там огромные залы которые смотрят а вход в одной билет бывает тысячи долларов один билет ну вот и считай там тысячи тысячи народа я говорю про то что спросили такое вот силовое где-то я когда-то занимался этим в техникуме был и всю жизнь спортом занимался и мне это не безразлично иногда даже примеряю к себе как бы я повел себя там но если я говорю от я еще никого не встретил который когда спрашивает кем хотел быть я отвечаю я хотел с детства быть террористом и понятно что у меня другой наклон все по-другому воспринимается неприметно пробраться где-то сделать то есть быть народным мстителем робин гудом а господь сделал так что меня били давили как раз мне чрезмерного нигде не было все на мне все понятно цирк никогда не ходил и не пойду в цирк ну может быть когда-то отец водил вот один раз там мотоцикл ездит по стенке или медведь там катался из-за не помню то лет пять было а так нет и вот разные оперы а кино смотрю и религиозные фильмы и не религиозные вот бывает апостол фильм ну то сериал миронов играет евгений так или вот бывает братья карамазовы которые старые а это новое или идиот он играет где бесподобно вот михаил ульянов я их артистов даже знаю или вот этот олег басилашвили играет в оландо когда ну как это надо войти в роль так прям видишь что сатана лежат артист интервью дьявола я вам посылал да я посмотрел всем показал вообще все правильно так да смотрю и дети у нас воскресенье смотрят фильмы хорошие и не только религиозные иуда бенгур искупление иисус таких фильмов много сейчас апостолы ну если я не знаю не советую а которые знают советую и риме и эспирь вот эти авраам моисей и иосиф по названием видно все благодарю какими должен обладать качествами мужчина в первую очередь лидер лидер самое главное качество у него быть человеком это хирурга николай ивановича пирогова когда спросили кем хотите чтобы ваш сын был он говорит человеком человек это чело направленная вечность это для бога он должен быть везде лидером для своей души и лидером для жены самое позорное самое худшее вариант это когда мужчина слушается женщину это что она не может сделать силы не хватает он проводник и и наклонности идей как у нас отец говорил такого готов бить не грех но тем мужчина должен быть конечно кормильцам должна быть эта работа работать платить десятины естественно что быть благословенным вот так нигде это не не по стихии мира поступать а во христе все что были друзья талант который бог дал развивать для других обдумать вот я вижу вас поприще большой если займетесь моими вопросами ответами этой это огромные материалы он вас на несколько лет растянется лет если но четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса ответа ну понятно что тысячи вот как у меня ответы все они в письменном виде я думаю это нет ни у кураева не у смирнова не у ткачева ни у кого не чтобы вопросы которым он сидит перед микрофоном я нигде не видал и не знаю у меня все это в книгах отпечатано книги у вас есть определенно и четко тут работал явно не один человек и мои беседы потерявки тематические инструмент дорога пожар небо пчелы муравьи и все на эту тему все что можно было взять поэтому у меня определенный уголок 1 1 строение там стоит такое на дерево то кривое и три этажа я назвал ее балерина башня летняя резиденция игнатия начальника аббревиатура я там на ней скрывался всегда и там сижу занимаясь симфония есть и готовил проповеди всегда говорил вечером 2 и утром 2 у меня тысячи проповедей которые ушли которых нигде уже нету ну больше тысячи сохранилась каждая 1300 проповедей проповедей произнесенных храмах разных ну вот бог господь это дает это видеть кем мужчина должен быть это проповедник благовестник если бог умудрит быть миссионером но это уже надо знать о чем речь вести вот должен быть он истинным рабом божьим подражая павел ведь мне как я христу вот образец и на это надо настраивать не искать изнеженности вот мне приятно там а тут мне некомфортно я считаю и нахожу святых отцов они говорят избери себе наставника такого строже которого нет во всей вселенной тогда что-то можно надеяться в лично у меня вот в жизни такой был принцип все и температура в доме и питание по самому минимуму дальше дальше уже тяжеловато тянуть я по рассказы володя нет картошка размер вот в ноготь вот в ноготь вот такая вот мы его собираем а теперь я его варю маленькая руками ну там кружка маленькая там 300 грамм воды я целое ведро перемою в нем ну как перемоют и главную грязь а теперь варю их а когда сварилась я их на противень листик называется раскатываю чтобы остыли маленько эту воду дам отстояться и опять выливаю в другой сосуд теперь обдираю шкурку она тоненькая не то что когда ножом чистишь то толкушкой перетолок все отставляю а теперь туда воды добавляю и начинаю сыпать туда стакан стаканом большой овсянки и рожки рожки там или вермишель тут уже воду посолю а теперь когда она быстро готовится теперь в эту картошку в отдельный которая была то измеи из мелочи то теперь выливаю туда растительное масло все на четыре дня я готова но пошел сегодня посмотрел лопушок сорвал от ревеня листок сорвал посмотрел одуванчика уже пробился как чесночок эти перышки сорвал и от крапивы там где-то счета но еще не растет так то все это порубил и за столом что вместе съел больше еще нету у меня и чеснок есть еще даже такой зубчиками прошлогодний и лук все и у меня фактически нигде не ничего не идет тут еще знакомый один он ходит магазина тут вообще мария ра видел такие магазины у нас нет таких нету ну может и вас нет а в москве есть мария ра мы были около самой границы даже в украине везде его таракшин он вы живет барнауле жил мария видать жена у него мария у него все все в магазинах есть и видимо санэпидемстанция крепко их держит в руках и вот бывает чуть-чуть плесень где-то и эти хлеб они там выкидывает он в упаковке или яблоки то маленечко гнильца какая-то но сбоку прямо или виноград прям ведро целое то и у нас знакомый один и он ходит туда это когда они выносят их вываливает там в бак он берет оттуда несет я все промыл и все хорошее и выносит сколько десять там я не знаю литров 15 молока и все запечатано в пакеты написано что то ли срок кончил то то ли что я тоже в кастрюле их взял он привез и сейчас уже сметану снимай ну хорошее молоко нормальное где-то и у меня тут не никуда не идут и у меня нет денег да не мне и не очень нужны и вот это вот оно все запаковано в целлофане запечатано туда ни одна пылинка не попадет много принес вот я не знаю сколько это посчитал где-то 70 мандаринок кажется 76 мандаринок я не ем мандарина отдал тут кому и вот как-то бог так дает он зелень приносит я не взял и свекла там огурцы огурцы вот точу по три огурца на терке вот и все какими качествами должна обладать женщина качество я говорю ты довольна что женился такие я хорошо ты искала чтоб красивая была но это вторая книга езды говорит какая все ворует тащит а горит что на грабе все к ногам возлюбленной женщины какой власть имеет и вот у нее какой характере надо приучать как у мусульман послушанию и вот показывает один мусульманин то где-то обратился и все это фотографиях идет и не только фотографиях а видик снятый жена у него такая он стал христианином и стал батюшкой и маленькая девочка там сидит пять лет а другой 12 13 что-то такая по росту маленькая машинка и она не уже строчит а кем ты хочешь быть женой какой ответ хороший у них как говорит каждая жена говорит подарить аллаху пять сыновей это вообще конечно прекрасно вот у нее должно быть это все полное послушание я слушал как одна женщина мусулька мусульманка проповедовала вот он приходит на работе неурядисты и вы еще встречаете так ты все забыть приласкай расскажи чтобы у нее маленько то отлигло ты же одна останешься то организм не может выдержать какой напор сегодня везде вот какие женщины у них вот это какие женщины какие жены у христиан говорил ливаний учитель иоанна златоуста какие жены у них вот это да чтобы они это видели чтоб ты не раскаивался ну еще тут сказать удивительно слушание а еще послушание а еще а еще что слушание что она должна рано встать все приготовить и одинаково чтобы мыслила словом божьим занималась детьми шла на благовестие что требует требуется я одно спросил что к ну красоты искал а теперь теперь понял не то надо было послушание искать она послушание не не привыкла потому что родилась баптистской семье а теперь эту веровала обратилась пришла у нас здесь дочери теперь вышли за священников стали но такое дело жена какие качества все остальное это и мир ей подскажет во всем было экономная вот домострой книга это поясняет на оба два вопроса что ты должен там хотя говорят священник стиль местор записал авторство не установлено но правильно все как сохранить чтобы никакая вещь не пропала моль не съела ей много надо что знать принять гостей а то мне один тут знакомый был у нас уехал что жила да ничего я гляжу у него слезать ищут еще такой до того вот мне сказать кто бы не пришел ко мне он все лишь она прям не знает как его выгнать вот это есть кажется дагестанские рассказы но один горженился да я женился когда все нормально дом построил то все нормально это еще не все он решил пришел пришел позвонил а что ну я вот друга тут имел где-то живет не знаю может быть здесь и когда она скорее скорее его и не пригласила ничего и выпроводила встретились когда он говорит это приходил когда я приходил с но дом-то хороший тебя но для ворота у тебя никудышные двери прямо прям двери совсем у тебя как ты мог такие двери поставить он пришел домой дверь со всех сторон осмотрел и раскрыла и запер хорошая дверь еще же это такое дверь а потом постепенно он додумал и жену спрашивает а приходил такой тогда приходил да что да не понравился мне я его прям вытурила он немного прошло время он развелся с ней и женился на другой а молодая-то настоящая черкишенко и она такая послушная и тот опять пришел и она его до мужа сейчас нет дома но вы только не думайте что и долго был он скоро придет я могу позвонить даже не надо заходите заходите она накормила напоила у нас сад большой пойдите паха погулять он вот-вот придет только не вздумайте уходить он побыл когда потом встретился и горит так ты опять приходила приходил и что ну говорит дом то у тебя хороший но двери такие это редко кому достаются где-то я добыл такую дверь комнату эта женщина я мне должно быть все и привлекательность и внешне ничего лишнего не требовать жить экономно не так что муж на работе запаривается это сегодня если не приучены то и ничего не сделаешь это вот то что нужно чтобы на молитве ты становишься она была на молитве рядом побуждать ее к этому не надо она и детей тебя нету она с ими на молитву и она все время делает то что ты хозяин делаешь она лишнего рубля не потратит при такой вот обстановке так ясно дело что это находка да ну все сейчас более серьезные вопросы пойдут точнее более глубокие вы же слышали да про трагедию которая произошла в шереметьево до 41 человек сгорел заживо да и в интернете и вообще в телевидении особенно даже по в религиозных средств массовой информации эти вопросы обсуждаются и люди задают вопросы священникам в принципе это вопрос они всегда такие были на протяжении всей истории трагедии всегда существовали но почему-то эта трагедия прям склыхнула этот вопрос и он прям везде звучит почему бог допускает такую такие трагедии и почему-то не к человеку а к богу вот пускай молятся почему я должен бог мне не отвечает на это и не сказал чтобы я узнавал я свое то не разбираюсь почему я упал уголь тут у нас и доски вынимаются угля меньше доску вынимаем я туда шагнул когда нога-то зацепилась и я через этот барьер упал прямо в коридор где углярка то и упал и два ведра рядом я бы вот так растек полностью все и нос сломал я упал прямо между ведрами в темноте и первое я кое-как поднялся то расшибся и только одно господа кто же за меня так молится у меня один вопрос так и здесь не знаем мы и поэтому мы можем сказать так все в руке божией бог дал бог взял книга иллу первая вторая глава он горшечник а мы горшки и он знает какой горшок когда обжечь какой разбить какой склеить не власти ли господи над этим пророки восклицают о боге но это мы говорим это наши люди но другие это там немцы то тоже ведь умирать не хотели за ними охотились и представь себе пришло войско царя стена хирима водитель их капли вас рапсак и издеваются над народом божьим хулят ночь все ночи отдыхать и часовые стоят утром стали 185 тысяч мертвых что случилось по сегодняшним в один день тромб не бывает унесут не бывает отрава какая-то газовая атака прошла ее тогда не было надо лет за 700 почти до рождества христова что объяснение только одно и ангел господень поразил ну неужели все одинаково были не знаю я знаю только одно когда восемь человек господь на иной в ковчег поместил то на земле уже в это время было много людей много потому что потом случился в 1656 году сотворение адама слово сказать от потопа до вавилонской башни 721 год а адама до христа 5508 а теперь и считай сколько времени русский язык существует у славянский так и здесь если мы начинаем думать откуда нам знать божий промысел может господь видит кто-то смеялся в этом вот говорят теперь я не знаю насколько достоверно будто бы перед отплытием в первое путешествие в америку главный архитектор и строитель инженер титаника сказал такой корабль сам бог не потопит но за три года раньше или за два где-то там за исландией погода была такая отломился огромный огромный айсберг и он шел этот айсберг два с половиной года примерно говорю чтобы встретить титаник и отправить его на дно то есть у бога заранее к этому вот он родился гитлер еще никто не знает алоис отец его тоже его притесняет не знает но никто не знает что это будет он потрясет весь мир так любить свой народ как он я не знаю в истории мировой было или не было свой народ нацизм прямо и дальше и был ли такой человек так дурно поступавший против народа божия евреев юда фобия задушила его и на этом он скончится или так и сталин учился семинаре он в церковном хоре пел гитлер то маленький был и поэтому сказать как а если бы тогда он умер и войны бы не было а люди как почему да бог знал что он кем будет и так эти люди которые были кто-то же выскочил остальные там сидели сзади им и билеты там дали загородили вещами никто не может пройти а пожар вот он и и все охватила сознание потеряли никого нигде нету мы не знаем мы только знаем что без промысла божия ничего не делается случайного нету как они полетели с какими мыслями и там которые говорят я не увидел ни одного верующего я не знаю были или не были но нигде не показано это а если верующие были я тоже летал я летал не один раз и не где-то летала в америку океан пересекал за меня молились я молился да на дорогах то сколько бывает речь о десятках тысяч идет так а мы прошли всю европу сто двадцать тысяч километров и она ни одна машина нас не стукнула а мы ехали там перевернутые большие грузовые татры лежат там все рассыпано там только рука торчит из железок этих все за раздавлено почему не мы мы еще лучше других что ли все как у бога вымерено и он знал если бы случалось а за что не торопись языком написано и в доме царя был найден только один ребенок положительный и господь его взял то есть он умер а люди говорили как так такие надежды подавал математические разные олимпиады выигрывал вот и господь и взял его пока мне разбратился умом так и это сравнение с вечностью это ничто все равно мы смертная и умрешь ты на 30 лет раньше или на сто бог не считает годы он смотрит сердце готов ты или нет садились молились или нет у меня бывало такой я сажусь так на весь зал или на весь самолет можно сказать слушайте внимательно кто хочет помолиться давайте помолимся иначе отрава будет авария случится может быть еще ему надо еще на тут это и начинает против и ни один не откликнулся и все на этом а я еду вот так вот обнял а у меня компьютер подарили вашингтоне и в нью-йорке мне подарил там кондратюк арсений архимандрит 12 томов златоуста полное издание изданное в италии это не то что сегодня такой хиленькой бумаги настоящее твердо вот я тогда подумал а взять можно один только груз самолет я компьютер оставила это взял потому что компьютер я думаю дома можно накопить и купить хотя я не копил а уже мне принесли мои друзья и вот так получилось что загорелась так не только это вот это когда там кривая лошадь или хромая лошадь сколько сгорело сколько в этом карась а по название то такие все так это и за рубежом было кто-то взорвал кто-то что-то вот эти танцовщицы это ансамбль александр это полетел в сирию это самолет и как будто его никогда не было даже не поминают а ведь там то было режиссер генерал это лиза поехала лиза врач на для всех она была какая заботилась и она погибла почему это почему никто не ответит но мы знаем что в вопросе вечности готовность или неготовность если человек молился вот адмирал нахимов корабль когда потопили и когда водолазы сошли то в одном в одной из кают увидели священник сидит крепко прижимает себе мальчика лет 12 то есть все заклинило от удара то он не мог дверь открыть он сел и стал молиться у меня стихотворение вот это рыбацкая шхуна с волнами боролась последний то куплет когда мой корабль опрокинет пучина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своею кончиной других я улег за собой вот в этом все и поэтому говорит слово трагедия еще говорит живые позавидуют мертвым они сразу сгорели самая легкая смерть в воде утонуть златоуз говорит а когда мучается самое трудное самое трудное от голода это он так говорит и вот здесь люди говорят вас прошают ответить богу молитесь что бог открыл да нужно ли это их уже нет если они были верующие помолитесь они верующие тут ничего не поможет да он был хороший там ботаник какой-то биолог там и и в теологии занимался я смотрел кто там погибли для бога то умер когда ельцин отпевали и там архидиакон какой-то господи помяни первого президента российской федерации а рабом не назвал помяни раба божьего вот явно дело то да богу нужны наши президенты пьяницу хороните как капэров писали муасиновый кон в могилу надо было вбить то чтоб до гроба достал такую страну под откос пустили все отдали в израиль да в америку всю страну разворовали как будто не видят а так примеру сказать у бога все высчитано иногда говорят за что он так вот такие люди погибли где-то а я знал два пацана они спать никому не давали у них мопеды а мопед он трещит и они когда люди отдыхают ночью там вечером и еще с ними не сделаешь и вот они мы за машину цепляет крючки сделали себе а машина то резко развернулась они по инерции туда они не знали что она повернется то их как бросила по встрече машину сразу обоих задавила ой да такие ребята были на другие горят туда ему дорога не жить никому не давали вот и все у бога другая шкала и проникать в это нам не надо мы знаем только без воли божией этого бы не было не было вот мы вернулись вернулись и не просто от мурманска до москвы об на машине медленно ночевали где угодно как обстановка у нас было какие страны и все легло к ногам за нас молились и молились все я на этот вопрос отвечаю только так просите бога чтобы открыл что мы приготовились а у них уже ничего нельзя сделать и поэтому их забота неверующих понятно вот он был там работником или отец у него дождь осталось и для бога это нет никакой разницы осталось не осталось ты сам чем чем застану в том и сужу приду раба придет тот час когда не ждет его а он начал бить рабов своих и прочее притчата христова и вот он как раз в этот момент никто не думали уже садился кто еще думал я знаю что такое на самолете я молился всыпился в этот чемодан со златоустом ну богу угодно не роптать только бог дал бог взял все и утешать кого утешать утешить господи тем чтобы они сами подготовились их уже нету и не надо как жена давиташвили то уедет приемный или ее сын там могиле был телефон ему зарядила положила ждала когда позвонит она с ума сошла ведьма а для нее как раз надо было он где-то в аварии было потом выздоровел и пошел в баню в сауну ее там зарезали ну я не знаю какой он был что но факт то что она с ума сошла рехнулась на ее смотреть страшно скорчужилась у нас тоже умирают люди помню наша мама умер ребенок это уже я даже помню ну умер у двоюродной у дяди моего тут умерла она лет восемнадцать но умерла и умерла похоронили умерла она упала или сгорела разницы никакой нету главная жизнь оторвалась нить оторвана все поблагодарили бога меня когда посадили сюда пришли наши в дом а люди отовсюду поналетели тут и объяснение никакой у всех такое радостное настроение прям возвышенное что такое то человека посадили а мы все я иду по этапу теперь я там свидетельствую и жена говорит мне ну прямо необъяснимое такое такое легкое чувство все друг друга целуют радуется радуется чему что я не отступил я засвидетельствовал обличил власти все сказал как надо ну слава богу слава богу есть такая передача на телеканале спас называется не верю вы наверное ее видели туда приглашают атеистов безбожников и батюшу как правило или верующих людей и они беседуют тем зовут вопросы то есть как бы спор происходит диспут и вот туда пригласили как-то познера владимир владимировича и была такая передача длинная и по отзывам об этой передаче у всех даже у верующих остался какой-то осадок как будто познер победил священника и он ему задавал такие вопросы на которые тот не мог ответить и вот я бы хотел один из таких вопросов вам задать вот владимир владимирович познер рассказал такой ну из ветхого завета случай ну вот историю моисея с аароном они пошли вот я практически цитирую миссия с аароном пошли к фараону чтобы освободить израильский народ это говорит познер а фараон был склонен сказать типа да ну отпустить их но бог отчествил их сердце ожесточил чтобы он отказал а потом наказывает их за это и познер говорит ну почему что за бог такой который сам ожесточил сердце и после этого их наказывает и вот вопрос вам он сказал поздно так надо было где откуда на те данные взял то наверное из библии да но если из библии взяла почему бы не прочитать то вот сейчас давайте мы посмотрим как это выглядит прочитаем у меня на это все и есть уже вот сейчас не вижу я сейчас внезапно тут нашел ну ладно давайте мы прочитаем а кто священник то там кажется у него был козлов максим да вот у вас книга моя книги моей есть вы запишите где надо посмотреть а давай ответ уже дан том шестой шестой том том шестой она у меня на столе прям лежит страница 438 ну ладно пока запишите только со странице 438 по странице 634 вот 34 да это вопросы 1666 по 1800 то есть получается что тут это 134 вопросов 134 вопроса я в это все печатаю от него что он ответил и как нужно отвечать его курсивом вот это вы увидите и дальше как нужно отвечать это же не два вопроса то это же много 1 просто 1666 вот это я могу просто сказать что это не если я туда смотрю то наверное дальше считаем по порядку придется еще побольше почитать то ничего 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 я это подкорректирую можете смотреть книга исход 4 глава с 1 стиха и сказал господь моисею когда пойдешь и возвратишься в египет смотри все чудеса которые я поручил тебе сделай перед лицом фараона а я же стощу сердце его и он не отпустит народа про это вопрос ну да и скажи фараону так говорит господь израиль есть сын мой первенец мой то есть он этого не знает это рабы а у бога сын я говорю тебе отпусти сына моего чтобы он совершил мне служение а если не отпустишь его то вот я убью сына твоего первенца твоего то есть бог заранее его предупредил это 4 глава так что поздно владимир владимирович он библию не знает это перед ним сидит тоже не знает дальше 30 стих и пересказал арон все слова которые говорил господь моисею и сделал мои все знамения перед глазами народа перед своего народа еврейского и поверил народ и услышали что господь посетил и сынов израилевых и увидел страдание их и преклонились они и поклонились то есть сказано было зачем пришел моисей а ром все слова пересказал раз он косноязычный был то есть заика и вот смысл то в том что речь шла не об одном фараоне о целом народе надо чтобы народ поверил поверил а вот господь ведь я же сточу это не означает что он обязательно будет жестокий он мог бы принести покаяние а этого не было и так а как это так но жесточу то есть жесткие сердце сделает сделается жесткое жесткое твердое как камень а как это очень даже просто это поясняет епископ истарион вот мы видим на дороге грязь печет солнце и вот солнце высушивает воду и это грязь превращается в камень твердое вот так господь милосердием своим не сразу а 10 казней пошло 10 и мы увидим это 77 глав только описывает это и он не отпускал и нужны были рабы а господу нужно показать силу чтобы народ поверил в это отпустит да он не просто отпускала говорил зачем вам идти мы сейчас увидим то почему поздно это не прочитал фараон то не хотел отпустить сразу он был зачем вам идти вот рядом здесь выйдите вот здесь и приносите жертву когда дальше дело дошло следующий раз ну ладно сами идите но жен не берите с собой они горят нам на 3 дня идти пути и жены с нами должны быть а тогда пойдете жены тогда детей не берите условия то ставил фараон никто про них не сказал не максим батюшка не позднор владимир владимирович а суть то в этом и состоит что мой фараон их не не то что отпускал он держал их а потом когда они решили уже решил ладно идите но только баранов не берите да как мы же не знаем какую жертву ему объясняют он никак никак сначала далеко не ходите потом жен не берите потом детей да господь ломал и ломал его и каждый раз над ним солнце любви всходило бог еще простил еще раз и он только захряс в этом и превратился в камень ожесточает сердце ожесточение наступило а слишком долгой любви божией вот как понимается дальше исход 5 глава переходим с первого стиха после всего моисея арон пришли фараона и сказали так говорит господь бог израилев отпусти народ мой чтобы он совершил мне праздник в пустыне на фарон сказал кто такой господь чтобы я послушался голоса его и отпустил израиля я не знаю господа израиля не отпущу они сказали бог евреев призвал нас отпусти нас в пустыне на три дня пути принести жертву господу богу нашему чтобы он не поразил нас язвы или мечом это впереди было будто язва у них от мошкары и меч пройдется богу нашему чтобы он не поразил нас язвы или мечом и сказал им царь египетский и царь и фараон от одной тоже а для чего вы моисея арон отвлекаете народ отдел его ступайте на свою работу и сказал фарон вот народ земле сей многочислен и вы отвлекаете его от работ его и в тот же день фарон дал повеление приставникам над народом и надзирателем говоря не давайте пред народу соломы для делания кирпича как вчера и третьего дня пусть они сами ходят и собирают себе солому а надзиратели сынов израилевых надзиратели были евреи тоже которых поставили над ними 14 стих представники фараоновы били говоря почему вы вчера и сегодня не изготавляете урочного исчезла кирпичей как было до сих пор и пришли надзиратели сынов израилев его запилик фараону говоря для чего ты так поступаешь с рабами твоими соломы не дают рабам ты а кирпичи говорят нам делайте и вот работа и бьют грех народу твоему ты понимаешь как господь все милостиво откладывает и откладывает они про это ни слова не сказали вот ожесточил сердце долгой любовью своею 23 стих ибо с того времени как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим он начал хуже поступать с народом сим избавить же ты не избавил народа твоего это уже упреки пошли на братьев из-за них увеличился дальше нареченный сколько нужно сделать кирпича исход 6 глава с 1 тоже стиха и сказал господь моисеев теперь увидишь ты что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой он отпустит их по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей то сегодня хоть необходимо было ломать и ломать он не отпускал а он ожесточил повторяю ожесточение любовью 26 стих сразу аарона моисей это те которым сказал господь вывести сынов израилев из земли египетской по ополчением их они-то говорили фараону царю египетскому чтобы вывести сынов израилев из египта это моисей аарон исход 7 глава 1 стих но господь сказал моисею смотри я поставил тебя богом фараона аарон брат твой будет твоим пророком ты будешь говорить все что я поверю тебе аарон брат твой будет говорить фараону чтобы он отпустился но в израилев из земли своей но я же сточу сердце фараонова явлю множество знамений моих и чудес моих земле египетской фараон не послушает вас я наложу руку мои на египет и выведу воинство мое народ мой сынов израилевых и земли египетской судами великими тогда узнают египтяне что я господь когда простую руку мои на египет и выведу сынов израилев из среды их мы знаем когда он их отпустил они пошли он бросился вслед за ними это фильмы моисей вы видели фильм моисей как он бросился старый не видел старый но я не знаю старый ли новый а еще бывает принц египта такой виде мультика тоже очень хорошо поставлен не ломается фигура прямо такое и вот здесь тогда узнают я выведу народ мой говорит господь судами великими нужно было чтобы народ поверил всемогущество бога про которого они вообще не знали 400 лет ничего не знали нужно было это показать фараонов гордость сила надменность будет сломлены а они спасаются когда ангел пройдет мимо то есть у них национальное достоинство возросло и дальше 11 стих призвал фарон мудрецов и чародеев эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами каждый из них бросил свой жезл они сделали змеями но же за аронов поглотил эти жезлы здесь стояло на как сказать на ком поставлена было все пойдет народ или не пойдет та сила которая с моисеем больше ли той который в чародеях 20 стих и сделали моисея арон как повелел господь и поднял арон жезл ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его и вся река в реке превратилась в кровь и рыба в реке вымерла и река вас смердела и египтяне не могли пить воды из реки и была кровь по всей земле египетской волхвы египетские чарами своими сделали то же самое я же стащила сердце фараона лишь из-за чего и послушал их как и говорил господь ожесточилась никто уже как будто не ожесточает его такой и был но бог еще продляет время 13 сих делал господь по слову моисея жабы вымерли в домах во дворах на полях и собрали в груды его смердела земля 5 5 15 сих уилл фараон что сделалось облегчение и ожесточил сердце свое и не послушал их как и говорил господь старались также и волхвы 18 сих чарами своими произвести мошек но не могли и были мошки на людях и на скоте и сказали волхвы фараону это перс божий но сердце фараона ожесточилось и он не послушал их как и говорил господь своих волхвов уже не слушает это надо было показать народу а как по-другому и 24 стих так и сделал господь налетело множество пёсих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетской погибала земля от пёсих мух и призвал фараон моисея арон и сказал пойдите принесите жертву богу вашему всей земле 27 стих мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву господу богу нашему как скажет нам и сказал фараон я отпущу вас принести жертву господу богу вашему пустыню только не уходите далеко помолитесь обо мне вообще добро моисей сказал вот я выхожу от тебя и помолюсь господа и удаляться песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра только фараон пусть перестанет обманывать не отпуская народ принести жертву господу но фараон ожесточил сам ожесточил сердце свое первоначально господь дал ему понять это он еще хуже сделался и на этот раз и не отпустил народа обманул народа исход 97 фарисеи фараон послал узнать и вот из скота израилевых не умерло ничего но сердце фараона ожесточилась и он не отпустил народа они взяли пепла из печи и предстали перед лицо фараона моисей бросил его к небу то и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте и не могли волхвы устоять перед моисеем по причине воспаления потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах 19 стих и так пошли собрать стада с твоей и все все что есть у тебя в поле на всех людей скот которые останутся в поле и не соберутся и в домы пойдет град и они умрут те из рабов фараонов их которые убоялись слова господне поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы а кто не обратил сердца своих слов господне тот оставил рабов своих и стада свои на поле ну вот пожалуйста еще мы будем слушать и так в самолет сказали бы не садитесь вот человек который проповедует уличный проповедник то и как там у них снайпер расстрелил в каком-то собрании в америке то а он как раз кричал и говорил не ходите многие домой не вернетесь это наших дней проповедник седьмая глава 10 глава 7 стих тогда рабы фараонов сказали ему долго ли он будет мучить нас отпусти этих людей пусть они совершат служение господу богу своему неужели ты еще не видишь что египет гибнет и возвратили моисея аарона к фараону и фараон сказал пойдите совершите служение господу богу вашему кто же и кто пойдет вопросы и сказал моисей пойдем с малолетними нашими и стариками нашими сыновьями нашими и зачарями нашими и собцами нашими и свалами нашими пойдем ибо у нас праздник господу фараон сказал им пусть будет так господь с вами я готов отпустить вас но зачем с детьми видите у вас худое намерение ну что поздно работа будет говорить как он отпускает а тут безоговорочной капитуляции босс ждет нет мы за договор сделаем геймлер все погибнут миллер нет пойдите одни мужчины и совершите служение господу так как вы этого просили и выгнали их от фараона он как пойдем с малолетними нашими стариками нашими сыновьями нашими зачарями нашими собцами нашими и свалами нашими шесть а он говорит ничего не дам 11 глава 8 стих и придут все рабы твои си и камней поклониться мне говоря выйди ты весь народ который предводительствуешь после сего я и выйду и вышел моисея от фараона с гневом и сказал господь моисея не послушал вас фараон чтобы умножились чудеса мои земли египетской вот почему чтобы они поверили что есть иной бог чтобы они поверили израильтяне что есть такой бог и поэтому не тот отвечал неправильно ни другой неправильно он бы сказал да это не так он отпускал их мы видим отпускал но только без десерей без сыновей ни старых немалых и скотину и они нет мы должны выйти совсем и даже отпустил когда совсем после смерти первенцев и тогда погнался за ними в догонку и потом все стоит на месте если он все это видел а богу надо было показать это он будет расположен был хотел да расположен хотел но впереди господь знал что будет он будет противоречить и поэтому по нему должны были пройти все казни чтобы посрамлены были волхвы они там делали до времени а как только мошкара уже не могли ничего сделать может быть они могли медведей пускать такую мелочь как мошка никто и не думал а какая какой вред от мошки а вот вред дышать нечем было а теперь вот шестой главе о шестом томе все это написано и вот он отвечает максим ни одного места нет он представь себе сотни вопросов это его спрашивает 1667 почему современный человек должен расплачивается за грех адама и евы это как раз этот позднер может задать такой вопрос это из его арсенала максим отвечает расплачивается не должен за нас уже расплатился господь наш иисус христос и в этом смысле удовлетворение правде божией жертвой его сына принесена правильно вместе с тем мы действительно связаны друг с другом так что вина одного человека отзывается в жизни всего мира апостол павел уподобил церковь человеческому организму когда болит палец или сердце это отзывается во всем теле когда страдает хотя бы один одна пораженная раком клетка страдает весь организм весь человек и все мы связаны в единый человеческий род господь так устроил что нельзя махнуть на всех рукой сказать я тут один спасаюсь сам по себе как улитка в ракушке а что с другими происходит мне дело нет вот такой свободы не замечать окружающих живших до нас или живущих сейчас нам не дано наверное это кому-то не нравится но ведь не будь тех самых семи праведников ради которых господь терпит всех остальных не будь молитв святых их помощи что было бы с нами не совершился бы тогда на нас божий суд по слову сказанному ефремом сириным не называй бога справедливым потому что если бы он был таким ты бы уже давно был в аду действительно богу неприложимы сами понятия человеческой справедливости мы скорее ощущаем на себе его милость а не наказание я отвечаю дальше откуда взяли эту фразу что ради семи праведников бог не будет карать богоступника пока неведомо езекииле 14 14 если бы нашлось мне все три мужа но и даниил и иов то они праведности своей спасли бы только свои души говорит господь бог езекииле 14 20 то ной даниил и иов среди нее живут я говорит господь живу я не спасли бы ни сыновей ни дочерей праведности свою они спасли бы только свои души это мой ответ как и фразу серафимову переписывая ему что стежи дух мирен вокруг тебя спасутся тысячи пока еще нигде не исполнились ни разу эти изречения ни то ни другое не подтвердилось на практике но привыкли по шпаргалкам жить друг у друга воровать лживые мысли слова друг у друга списывать эмуссирует их а люди в этом видят мудрость человека в рясе и слушает и раскрыв рот а нужно проверить подтверждается ли это словом божьим и тогда только открывать слух этим словам и римея 23 30 посему вот я на пророков говорит господь которые крадут слова мои друг у друга римлянам 14 12 и так каждый из нас за себя даст отчет богу притча 11 21 можно поручиться что порочный не останется ненаказанным всеми же праведных спасется сколько сегодня порочных лжецов воров желающих стать богатыми сколько лжесвидетелей и бог обещает их всех обязательно наказать сколько лжесвидетелей а маститы и обманщики в рясах обольщают народ что вот бы только залучить нескольких из них монастыри и они будут там праведниками и ради этих то праведников кавычках и спасутся вот эти кровопийцы и жулики батюшки пропадают очевидную чушь несусветную тяжелую неправду и напрямую клевещут на бога и представляет бога обманщиком ибо не верят его непреложному слову 1 я на 5 10 верующий в сына божия имеет свидетельство в себе самом неверующий богу представляет бога лживым потому что не верует свидетельство которым бог свидетельствует о сыне своем но им это в грех нельзя ставить они же не подсудные батюшки бог их спасает ради монастырских братьев молящихся за них день и ночь и забыли картины страшного суда где первые ват волокутся на дьявольских цепях именно епископы и священники притча 16 5 мерзость пред господом всякие надменные сердца можно поручиться что он не останется не наказанным притча 17 5 кто ругается над нищим тот хулит творца его кто раздается несчастью тот не останется ненаказанным а милосердный помилован будет притча 19 5 9 лжесвидетель не останется ненаказанным и кто говорит ложь не спасется погибнет притча 28 20 верный человек богат благословениями благословениями а кто спешит разбогатеть тот не останется ненаказанным и наши еще привожу несколько мест писания у сколько тут еще и дальше что авраам говорит бог обещал аврааму не погубить народ быть есть 18 32 авраам сказал да не прогневается владыка что я скажу еще дважды может быть найдется там 10 он сказал не истреблю ради десяти 1 и она 5 15 а когда мы знаем что он слушает нас во всем чего бы мы не попросили знаем это что получаем просимое от него 1 и она 5 16 если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти то пусть молится и бог даст ему жизнь но то есть согрешающему грехом не к смерти есть грех смерти не о том говорю чтобы он молился авраам говорит о пятидесяти праведниках а их там нет даже пяти и по дороге еще одна отстанет не дойдет до спасительной пещеры этим откроет свободу поползновение ко греху отца к дочерям своим выходит что праведника ни одного там и не было бог может отложить приговор как на деневии но все равно исполнить его город помилует для покаяния а не для продолжения с такого же греха за которым последовал приговор тавитом 14 4 15 отправься в мидию сын мой ибо я уверен что неневе будет разорена как говорил пророк иона и в мидии будет спокойнее до времени но прежде нежели умер он слышал о погибели неневии который принял на выхода носор и ассур ассур и возрадовался перед смертью неневии василенко пишет стихотворение я взял блюдо с головой и она гора иудеи тяжкий зной о как часто это из тумана медленно выходит предо мной и звучат запястья но это рано сердце раздорвется от тоски и глаза пылают и она ослепительны и глубоки 1981 год и наш вопрос 1668 и также ответ и так дальше я объясняю слово божье он подробно объясняет и ну не больше там десяти процентов говорит правильно вот и весь ответ то есть он мне знаком этот священник я занимался его книгами эти разборы делал у патриарха алексея второго и митрополита смоленского калининградского кирилла ставшего патриархом гундяевым и дальше митрополита адриана старообрядческого разбирал и урасова примерно процент попадания попадания не больше десяти процентов у всех одинаковый все до одного вопроса какие им задавали я бы никогда так отвечать не стал они слова божье вообще как будто не видят по слову божьей все ну как у вас вы не устали да нет еще ничего продолжим дальше до потому что уже времени мы много сидим если будет усталость вы чувствуете что еще есть время сейчас с лишним до занятий все хорошо вот люди многие интересуются а как определить что в библии обязательно к исполнению а что нет как определить это заповеди блаженство вот не обязательно нет такого чтобы мы пойди продай имение твое и будешь иметь сокровища такого нигде не достоповеления такого нет если хочешь быть совершенным то есть более шпланку поднять до самого верха тогда все продай раздай и иди за мной это не обязательно или допустим жениться не жениться тоже стоит так не обязательно но если можешь воздержать а не можешь лучше жениться то есть видишь как неопределенность какая-то как вот запрещают съемки делать я зашел в магазин а вы нельзя снимать почему нельзя ну это нельзя я говорю слушайте внимательно нельзя снимать только пяти пунктов первое закрытое заседание государственной думы закрытое то есть меня туда и не пустят второе таможенное пространство на таможне нельзя снимать третье военные корабли с перса или с кораблей разницы никакой нету военные корабли а такие простые пароходы хоть день и ночь снимай так это третье вот четвертое министерстве газофикации кажется электричество в министерстве в двух министерствах или газофикации снимать нельзя почему так принято вот и кажется все больше ничего нету в остальном это или не знание закона там 303 кажется статья уголовного кодекса у меня все выписано и сразу люди отступили они не знают закон так и здесь что-то разрешено что-то нет люди говорили вот так а господь отвечала сначала было не так моисей дал возможность разводное письмо давать но по жестокосердию чтобы же он не убивали лучше дай письмо и пусть она идет и как ведь она все-таки выживет вот что именно на доказательство узнать из ветхого завета вот где-то женщина была нечистая где-то села на скамейке ты нечистая этого нету не соблюдается потому что это было теократическое государство все стояли под присмотром вот здесь у меня снимок один есть стоят женщины и стоят они голые ниже пояса полностью голые а полицейский рядом стоит и и у каждой заглядывает раздвигает пальцами и заглядывает прекратилось у нее месячные или нет какую дать справку и они стоят совершенно спокойно как вот мы ну гинекологу приходим показывается и так и есть но там вот ребят что нашел заголовок показали ну раввин начальник то что он нашел он выполняет работу микво закончилась или нет надо ли туда опускать отмывать и после каждого такого случая говорит муж женой говорит что они же друг друга то не видели сколько времени то как будто первый раз встретились это все на пользу библия прямо говорит не приступая к жене кто приступит достоин смерти а как это сегодня не соблюдается никак но это должно соблюдаться и такого очень много что соблюдать в пище в пище вот то-то то-то нельзя а в новом завете все разрешается всякое творение божье хорошо ничто не предусвидительно если принимается с благодарением и молитвой вот и все а чтобы не было соблазна еще лет 50 может назад я отказал себе в мясе никакого никогда никакого алкоголя никакой бутылки пива все не потому что греха потому что не полезно и поэтому надо конкретно спрашивать перечислять это это принцип который по которым ты определяешь вот это сейчас относится а вот это уже все не относится да но это надо знать где для этого есть новая скрижаль подробно пишет многое сказано в завете вот пятнадцатая глава деяния апостолов удавлены крови не блудить там все это больше еще не требуется как не требуется это сказано было язычником самое главное вот она им больше еще не надо нет не надо что там указано и про пьянку не сказано может пьянствовать про наркотики не сказано можно наркоманить все вот такие это в одном месте не сказано другом сказано пьяница царство божие не наследует где-то мы считаем первым посланник коринфянам павел говорит они решены решены этой возможности попасть туда и так ветхом завете было не женись на родной матери не женись на сестре не входи не открывая ее а в новом не написано да что теперь тут другим словом называют это инцесты разные не надо запрещено это навсегда относительно плоти господь никаких кардинальных изменений не делал также борода также брови также волосы все ничего нет но у нас в новом завете написано вера от слышания слышно от слова божия а по слову божия всякое творение божий хорошо ничто не предосудительно все нам это разрешено и нет такое чтобы какую-то пищу выбрасывать так не только это мы можем перечислить очень многое которая была ветхом завете а сегодня дается на рассмотрение вот женщина после рождения девочки мальчика сколько она должна быть месяцев не чисто и она приходит и ощущается священник встречает ее притворе считает молитвы молитвы защищение ребенка ее а где это написано нигде позже церковь утвердила этот закон вот допустим человек приходит из мусульманства и принимает христианство так особый чин приема есть а тогда не было мусульман и этого не было церковь среагировала на это вы считали чин прием прислали я его сам не читал но я видел что я скидывал многим так что но это не надо говорят пятнадцатая глава там него не написано каким чином принимать евреев точно также отречение от всего вот конкретно если спросит тогда можно сказать спрашивает а подмышками надо брить или не надо зачем вопрос зачем подмышки не говорится но зачем это тебе делать не надо на брови выщипывать написано нет это восемь шестое правило 6 вселенского собора щипчиками выщипывать брови прямо написано так это собор так нельзя рассуждать это 100 глав все прояснил нам вот так ну понятно тоже такой вопрос отвержение канонов можно ли назвать ересью или это другого порядка заблуждения отвержение канонов тебя толкает в ересь вот что можно сказать само по себе отвержение как отвержение какое-то не исполняет почему тут надо все вести разговор допрос отвергнутый подряд будешь и серитиками будешь и все что церковь отвергла тебя сразу она тебе придадут без вешек в пургу дорога скрывается ты не знаешь я вешки это каноны так отвечает святые мужи так что это для всех ересь и дверь открыта понятно а как вот вот кем являются православные они являются преемниками иудеи или израиля или на этом не стоит ставить акцент разница существенна между иудеем и и иудеи и израилем или в нашем понимании это все израиль как правильно понимать вот так понимать говорит царство божие или царство небесным у матфея написан царствие божия улыки это же самое царство небесное то есть одно и то же так и здесь мало что там сказали одно и то же иудеи израильтяне это общее название иудеи это два колена иудина и вениаминова а так как она старственная по нему назвалась и все все иудеи а еще евреи что же евреи это тоже национальная вот в русских паспортах убрали национальность надо же убрать национальность закона какой же это паспорт а убрали что чтобы не писать евреи это все ради них делается я это узнал вот причина какая им это надо но с ним только не писать что они евреи то он боится что-то там сим сделают окажут одинаковый перед законом то у всех отнять вот теперь вот чтобы девочки не ходили в платках наш в школе и некоторые добились однако бились бились у них адвокаты хорошие мусульман тогда поставили вопрос если девочкам нельзя тогда и христианки пускай крестик не носят и тогда давай говоришь и крестики снять надо а какое отношение мой крестик имеет хиджабу мусульманки которая правильно поступает что носит его никакого надо восстать не подчиняться ребенка дома учителя ну выход надо иметь но не покоряться им крестик убрать это нельзя конечно так вот большинство сектантов и еретиков но мы видим что они как бы лучше в плане нравственности чем православные по крайней мере внешне это видно на что когда православным ты говоришь они отвечают что сектанты уже в руках дьявола и поэтому он их не мучает и они меньше грешат а против православных дьявол как бы восстает сильнее и поэтому среди них больше грешников верно и верно ли они говорят дьявол называется лукавым или называется нечистый дух и нечистый дух тебя будет в чистоте толкать в общем безумные слова а нечистый чище живут да правильно не пьют потому что господь сказал вы очищены через слово мое которое я пропадал вам через слово а раз они считают библию они знают этого не за православные не знают ничего причина вот чем в том что они знают слова божие другие не знают весь ответ а они там определяют да вот там дьявол там делает поэтому дьяволу так это и нужно чтобы чистоту расплаждать аборты не делать а мы верующие поэтому делаем аборты нас сатана смущает у них не курят а у нас курят нас дьявол смущает а их нет до коня щищены через слово конечно они живут чище в общей массе даже сравнивать не приходится вообще такое то есть или нет что все-таки дьяволы не так с ними борются как с православными или дьявол не может это контролировать ему всех надо погубить он через грех толкает людей когда мы молимся прости нам грехи наши как и мы прощаем и дальше избавим нас от лукавого дьявол лжец и он делает все чтобы люди грешили причину грешить а теперь они потому что там дьяволу даже смешно это слышал еще полвека назад а если теперь у них будет тоже пить гулять буду значит тогда что вы ответите дальше тоже но теперь люди которые правильно жили как серафим старовский назовем так и тогда что дьявол это их так завоевала вы поэтому их не скушает уже ну глупость на глупость а глупый ответ не отвечай глупому по глупости его чтобы не стать подобным ему ну и вопрос раз возникает а бог где в этот момент только дьявол и там здесь бог то где тогда если он у православного то почему он не защищает бог так сила божия вот это глупые вопросы отвечать нечего будут дурку и называется все понятно сверхъестественной возможности человека существует ли и как ним относиться ну смотря какие сверхъестественно там поднятие тяжести андерсон поднимал сверхъестественно считали погони не слух как он если его сожлинным взором у них не сто процентов а бывает триста процентов зрения они так видят далеко обоняние бывает но обоняние и другое слух и проще это может быть как раз признаками беснования даже сильно-сильно сверхъестественное естественно это то что в среднем дано этими вопросами заниматься не надо благодарить за то что у тебя есть а бывают возможности какие-то там вот он ключи колбу приложил охранники и ключи у него держатся как магнитный лоб железка в башке и притом это не не единожды него одного я видел сверхъестественное разгадывать вот ванга была сверхъестественная жуна мессинг вольф и он всегда до конца повторял я не знаю от кого и жуна это говорил я не знаю то ли от бога то ли от черта они не знали не молятся не постятся как все как все это не считаю там слепую вангу живут нечисто а все это от лукавого сверхъестественные возможности но что-то ему открыто якобы прозорливый естественно то что естественно у нас есть вот я не обладаю никакими сверхъестественными качествами и силой не делом не видениями мне никогда не было видение ни одного чудо у меня не было то чудеса были но я никого не видел я просто благодарю бога и наслаждаюсь тем днем который у меня сегодня здесь благодаря щи бога все благодарю то есть бывает что называете сказал этот колдовство прозорливость ясновидение бывает сатана подсказывает но как правило это не от бога а бывает если от бога открыто как кавелю вперед было показано авель тут в россии был монах но это чудо божье вот это сверхъестественной способностью обладал григорий ефимович распутин когда предсказал гибель сей империи если его убьют кто-то из царских кровей вот так так понятно а бывает ли нашей жизни случайности по словам по нашим да но у бога говорю что никак у него все вымерено назначено в каком возрасте где быть вот иногда так посмотришь человек рассказывает думаешь как у него могло такое случиться куда-то там выбирали где-то его не выбрали вот сразу почему я чем хуже ничем тебя просто не избрали и все он вернулся а это делегация когда пошла она попала там в пустыне в руки недоброжелатели все погибли а он остался живой за случай или нет ну к этому события какие-то ведут и у бога вымеренность сочленения событий вот этот айсберг он доплывет как раз дорогу перегородит титанику и он в него врежется случайность нет это все так вот сейчас шереметьево сгорели люди живьем случайно или не случайно по-божески ничего случайного нету а что за этим вас последствует может быть человек на этом горе слезах и сам примет бога и маленько себя будут вести поскромнее какой-то фильм смотрел команда летела там вандах и самолет разбился они потом людоездом занимались и их все-таки спасли где-то не случайно они ехали играли там перекидывались бадминтон или волейбол прям самолете дурили а тут сразу все по-другому поэтому надо смотреть так господь допустил его случайно или не случайно что налетели какие-то совейцы отняли овец верблюдов у бога вымеренно и он даст ему два раза больше и которые отняли я один остался опять прибегают всех убили я один остался и все одинаково отвечает за трудность прибегал дьявол каждый раз один человек и он навел их туда навел показал где наши склады там зарвать за и залезть и все и туда сразу залезло несколько человек это не случайно это целая степь к этому шла это бывает так где-то что-то обрушилась случайно нет не случайно не случайно это в самом здании уже было заложено в начале я у меня что случайно я вышел из человек я помолился где он есть так долго его нету давно не вижу и он вышел он оху дверью стоит на улице видишь как это бог устроил встречу я благодарю бога не случайно мы так привыкли соединяя к этому не готовился договоренности не было и случайно мне кто-то дал что-то это бог так дело расположил сердце чтобы я не умер с голоду вот так и последний вопрос грех грех ли брать деньги в кредит или ипотеку я считаю это неразумие написано должны делается рабом взаимодавцев если ты взял тысячу допустим то тебе придется платить уже не тысячу а намного больше там процент идет а какой процент не ниже 12 ипотека особенно и платят огромные деньги по стоимости сколько взял в начале хватил уже заплатил в три раза больше все еще в рабах должны делается рабом взаимодавца я вот прожил жизнь вот 10 июня вот рядом совсем уже месяц осталось мне 80 лет будет я ни разу никому никогда в жизни не был должен ни рубля а денег то нету помню нам стипендия была 26 рублей 6 рублей я отдаю хозяйке живу и остается 20 рублей на месяц покупать книги на транспорт на все про все съездить домой на все про все из дома ни копейки нету мне отец дал два гуся их тушки я их там распилил ножовкой по спичечному коробку и всю зиму ел помаленьку запах есть я не исхудал и все как надо но еще ведь отдавать в рост ведь деньги это ведь грех правильно давать тогда в рост в рост евреям говорится язычнику отдавая своему не отдавай в рост у них это поставлено а то ростовщик вы говорите о том брать или что-то не давать это вообще и христианское дело вот ливию там муаммара каддафи убили а у него такой закон был банки должны давать деньги возвращать до единого доллара одинаково если узнают он накладывает процент у ее статья была казнь вот это государство а это разлились этому амур разлился залило все они взяли долг а теперь размахает дом пропадает а работы нету завод остановился а каждый день все больше и больше они написали там кажется медведеву дмитрию анатольевичу председателя совета министров по он хотя ничего не могу сделать но только поговорить с ними чтобы они приостановили пока что люди ты работу потеряли а там счетчик идет плати плати никогда нигде не бери если брать только у своих на короткое время но ведь получается если берешь в банках то ты их грех толкаешь правильно они же согрешают когда дают тебе в рост то ты участвуешь в грехе когда берешь на это последствий но конечно золотого говорит если бы мы когда кривляется кто-то как паяц изображает из себя как у кого-то ему не подавали он бы не сидел и не кривлялся потому что нет подпитки а раз он играет в подъезде а ему кладут он будет играть и дальше правильно конечно благодарю слава христу также сейчас хотел вот еще с вами посоветоваться я сейчас такой есть ресурс такая группа в контакте там пожизненных нету там люди ну как крестьяне православные они письма пишут пожизненно заключенным людям я вступил в эту группу и мне дали адрес одного пожизненно заключенного я должен написать ему письмо буду вот я как бы этим занялся целью благовестия я хотел с вами посоветуются что для пожизненных заключенных лучше написать вот в первом письме и вообще как вести переписку что каким советом могли бы дать мне не писать не писать не писать решительно они обманщики если пожизненно они на нем висит ни один может десяток людей убитых ему разве никакой нет он сразу будет просить деньги ему нужно 4 охранники купили ему чаю и проще я и знаю я никогда не отвечаю мне письма приходит отсюда я ни на одно письмо не отвечаю я знаю как у них специальные специалисты женщину разжалобить и она замуж за него выйдет а дальше она не знать какой угол прятаться да еще что нужно евангелие послать больше мы ничего не можем письма все первые стрессы то есть проверяются переиллюстрация поэтому еще ты такого не напишешь а ему это и на дух не надо один упражняется написать женщина бальстить там замуж ее сговорить другое еще что то ну тут сидят пожизненно бывают террористы увлеченные идеи свои кормят их нормально прогулок нету ты ничего ему ничего не дашь а он тебе оттуда пришлет письмо может быть пропитаны туберкулезом потому что он курит обязательно курят почти сто процентов может быть 99 и 9 десятых и ты будешь ему писать а ему это век не надо что нужно им там и дается литература евангелие там библии посчитать может быть даже имеет доступ присутствие охранника и священник не знаю я 18 лет местной тюрьме работал имел доступ приговорен к смертной казни еще меморандума не было нельсинской глупости мой совет такой не писать не под каким визом это еще не даст ничего не здесь они обманщики если обратиться он обратиться там ему и даются и евангелия почти в каждой камере евангелия есть но если написать такое письмо где сразу дать понять что там нечего тут ловить ничего тебе кроме слова божия ничего больше не напишу то есть я не перешлю я адрес они передадут другим а бывает от этих он пишет и заключенным которые имеют выйти на свободу они тебя сразу оккупируют общался с теми кто освобождался ко мне приходили но у меня отношение такое не знает кто я так пишут они вот то 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 дита надо как бы вопросы затравить ему надо курят курящим вообще ничего не надо давать все понятно да это тогда вопрос закрывают у себя открывай больше не даже не вспоминай если нужно будет то через охранников или как-то они получат что нужно у них у всех родственники есть которые пишут а ты это сразу еще мне пишет о чем пишет на меня шефир надо купить там и больше на денег бы ты прислал будет теперь говорить и как он лещится и как жена у него 10 ребятишек вранье сплошное понятно я как бы так и думал поэтому я тут общался с людьми кто с ним переписываются и они тут я смотрю вообще с ним на божий тем уже с ними не разговаривать только обеспечивает там шлют только всякие то деньги то еще что то я сразу думаю решил что я такой вообще делать не буду потому что зачем это надо им там зачем это все нужно им умирать там в этой тюрьме им вообще ничего не должно быть нужно они свой крест несут ну проклят кто меч господень удержит от крови и риме 48 10 не жалей не сочувствуй а только молись и больше ничего потому что ничего не знаешь ему приблизиться нельзя и лжицы бывает может кто-то обратился где-то но этот может быть мне не встречался с кем я занимался 18 лет это же сколько то вот так чтобы покаялся и бросил все были те которых я разбирался с делами мне дела давали как следователь я работал это вообще весь невыда невиданное неслыханное и до суда их пятеро идут под смертный приговор кто-то и троих до суда освободили я выбирал дела такие очень серьезные ну и на меня нападает искать так так ну прокурор край они-то кто там еще не значит генерал-лейтенант доступ я имел и работал я знаю как там быть и что нужно и просто говорил мне надо образование какого говори правду надейся на бога нигде чтобы маленькой лжи не было и вот там бог как-то усмотрит все понятно благодарю спаси христос тогда на сегодня закончим много времени но мне надо это все обработать а я если целиком который разговор поставлю это не помешает не помешает главное назовите как вот вы обычно называете там по из библии а потом уже я вам скину вы уже назовете вопросы там ролики это мои чтобы на них никто руку не накладывал нет конечно это все ваши мои мои ролики я тут вопросы задавать то легче чем отвечать тем более описанию я ведь если бы не встретил библию шестьдесят втором году я бы был одним из тех которые сейчас там что-то говорят кричат ничего не знаю но мне бог указал этот путь что будет судить по слову своему последний день евангелетия на 12 48 вот на этом стихе дальше вся развертка идет я благословляю бога тружусь отвечаю по библии а врагов у меня тьма ничего нет все до одного станут на колени придет время когда увидят что и так мы обманывались это премудрость и соломона есть там 3 5 главы как они издевались над ним и все а теперь как он причислен к сынам божьим а мы мы заблудились мы что наделали там это все было уже я знаю что по другому не будет перед богом должно быть это все тогда отошел благодарю с богом с богом выключайте